Всем привет! Нам нужно сделать приемник, чтобы принимал однополосные сигналы и телеграфные. Для этого нам нужно его немножко модернизировать. То есть поставить такую плату, на ней будет стоять смеситель и гетеродин. Работает это все очень просто. С усилителя промежуточной частоты 4-6-5 кГц подается на смеситель, на вход. У него есть второй вход, а на второй вход сигнал с гетеродина подступает. Принцип работы такой. Если у нас телеграфный сигнал пришел, и вот 4-6-5 кГц идет сюда, мы его практически не слышим, у него модуляции никакой нету, хлопки там будут. А если мы частоту гетеродина сделаем 4-6 кГц, то есть разница в 1 кГц у нас будет, то на выходе у нас будет низкочастотный сигнал, равный частоте 1 кГц. Мы его будем прекрасно слышать. Вот принцип работы такой. Так, на нулевых биениях. Вот этот гетеродин можно сделать всяко. Можно кварцованный на такой кварц, если найти. Можно сделать его, чтобы он перестраиваемый был немножко. Плюс-минус там 5 кГц или 10. У меня получилось так, что он от этой частоты выше на 5 кГц может, и ниже на 5 кГц может перестраиваться. Если мне так вдруг хочется. Ну, вот так вот. А смесители можно всякие делать. Можно на транзисторах, на полевых, на биполярных, можно на диодах делать. В общем, всяких, кому как захочется. Вот телеграфный гетеродин у меня вот такой получился. Тут вот стабилизатор на 12 вольт на радиаторе, на таком, на маленьком. Вот тут сама катушка, вот она она, гетеродина. Вот это релюшки, которые вход-выход. Ну, и то самое 368 транзистор. А здесь КП-350 смеситель. Это режим задается. Смещение на обеих затворах. Одним винтом крепится будет. Ну, вот так вот он получился у меня. Правда, печатка не очень удачно развел я, как попало. Вот это надо было сюда сместить. Потому что у меня перемычки две получились. Вот одна перемычка тут. А вторая вот тут перемычка. Ну, вот. Можно было избавиться от нее. И один резистор тоже вот он тут у меня висит. Его можно было и на место туда припаять. Но надо было сначала его припаять, а потом вот этот тут подстроечник. Тогда все поместилось бы. Ну, вот так вот получилось. Это пи-платочка маленькая. Ну, сейчас надо ее запихать в приемник и пробовать. Так питание подавал, все работает. Рядом с платой ПЧЕ 465 кГц расположена плата гетеродина телеграфного. Вот она вот такая вот она. Вот этими короткими красными проводками соединено. Вот тут стоял диод для приема М. Вот этот диод теперь перенесен на эту плату. Вот он он. И вот этими проводками соединение идет. Ну, а тут вот реле, вот они, два, значит, которые обход делают. Звучит музыка. А это вот здесь блок питания его. Выпрямитель с умножением напряжения. Тут напряжение то, что для освещения шкалы 6 вольт. Вот она умножается. Тут получается 12 вольт. Ну, и вот, и потом уже питает вот этот самый гетеродин, этот телеграфный. Так, а питание включается. Вот тут кнопка есть, местный прием. Вот этой кнопкой местный прием подается питание на него. А вот этот потенциометр, вот она, ручка такая. Это частоту вот этого самого, этого телеграфного гетеродина задаем. То есть, мы можем точнее выставить. Ну, как в приемнике в R250, там лимб здоровый, здоровый. Вот, ну, у меня маленький. А так, принцип тот же самый. От трансформатора идет у нас переменное напряжение для освещения шкалы. Вот это вот напряжение 6,3 вольт, оно там на самом деле поменьше. Она у нас идет на умножитель напряжения. Вот тут два диода и два конденсатора. У меня вот такие конденсаторы были, 4700 микрофарад. Ну, можно и меньше, наверное, поставить. Вот я такие поставил, на 16 вольт они. Напряжение здесь получается 14 вольт на выходе. И вот эти вот 14 вольт идут на стабилизатор. Здесь выходит уже 12 вольт. Вся схема запитана 12 вольт стабильным напряжением. Еще у нас есть напряжение, идет на реле, РС55. Они у меня 5 вольтовые. Между ними тут сопротивление у меня где-то около 100 Ом подключено. Для того, чтобы не так грелись они. Но у вас какие-то бутерли, может быть, по два штуки в параллель поставить. Как получится. В общем, это обход сделанный. При включении сделан обход. Для того, чтобы сигнал. Вот этот вот L17. Это катушка трансформатора в выселителе ПЧ выходная. А потом сигнал идет через диод. Вот этот вот детектируется. И пошел на УНЧ. Так вот, для того, чтобы сделать, чтобы обход сделать. Сделано так. Вот этот вот реле включается. И она перекидывает вот этот контакт. Вот сюда. И уже сигнал с катушки будет идти на затвор транзистора. А выход, вот он, где вход УНЧ, он будет у нас подключаться не к этому диоду, а подключаться будет к выходу вот этого самого смесителя вот этого на транзисторе КП-350. Вот так коммутация происходит. Так, ну ладно, отвлеклись, смотрим дальше. Вот на этом, вот этот каскад на транзисторе КТ-368. Это генератор, емкостная трехточка, классическая. А вот тут у нас есть варикап, который частоту может менять в каких-то пределах. У меня 10 кГц меняется. Вот этот диапазон изменений, значит, мы можем подбирать резистором вот этим R2. Тут у меня 2 кОма стоит. И вот этой емкостью C5, у меня 30 пФ стоит, ну вот ими можно подбирать вот это желаемое изменение. Вот этот вот резистор, он проволочный должен быть. Вот эти все, которые регуляторы громкости, они все нелинейные у него изменения, и она получается не очень удобно. А вот эти проволочные, там, такие карболитовые, коричневые, вот там у них линейные изменения, поэтому там удобнее вот такое вот. Ну, в общем-то, кому что нравится. А можно и вообще это дело не делать, если не хочется. Более точную частоту подстраивать сердечником. Вот этот вот намотан, он от трансформатора ПЧ, транзисторных приемников в экране, и там сердечник броневой, вот это вот самое на феррите. 200 витков провода наматывается, ну, там где-то 0,1 провод примерно. Ну, и вот так вот он, значит, генерирует сигнал, отсюда войдет, и пошел он на затвор, этот затвор идет на напряжение, значит, рабочую точку установить, значит, вот она, на смещение. На второй затвор тоже сделано такое. В общем, их подбирать нужно так, чтобы сигнал максимальный на выходе был, и шумов поменьше было, вот. И все, в общем, ничего тут настройки никакой больше не надо. Вот, ну, вот эти емкости, вообще-то, вообще-то, я что-то так думаю, что их надо уменьшить. У меня тут по 100 пекух стоят, но надо меньше. Уж больно сильный сигнал получается на выходе, и много сильно шуму. Вот, ну и все, вот она, вот такая схема стандартная. Тут вот у него, значит, в истоке стоит 200 Ом, конденсатором зашунтировано, все. Значит, это вот катушка, это трансформатора ПЧ, этого самого приемника Ишим, значит, там последний самый вот. Этот диод оттуда с платы выпаиваем, и вот сюда его запаиваем. И все, оттуда перемычки кидаем. Вот и вся схема. Так что все, ничего сложного нету. Эту схему можно вмонтировать, в общем-то, хоть куда, в любой приемник. Ну и, в общем, что еще хочу сказать. Дело в том, что схема АРУ в этих приемниках, она работает для амплитудной модуляции, и она следит за несущей. Здесь получается ССБ-сигнал, вот тут вот такими хлопками. Значит, на постоянное времени АРУ желательно больше сделать. Поэтому у меня тут сделана, значит, включается кнопка местный прием, а в ней есть две группы контактов. Вот одна группа контактов включает, значит, саму эту схему, а вторая группа у нас свободная. Вот, но ее надо освободить, она там оловом вся залита. На заводе об этом не думали. Вот, в общем, надо ее расчистить. И можно сделать, когда включаешь, значит, дополнительную емкость, чтобы там где-то, может быть, 100 микрофарад или 200, в общем, подключать надо. Тогда хлопков не будет и будет меньше шума. Вот, ну, можно и по-другому сделать. Вот у нас два реле вот тут включается, обход. Можно еще включить еще и третий реле, который у нас будет дополнительный конденсатор подключать. Вот, для того, чтобы вот это вот постоянно времени АРУ было больше. Тогда шумов будет намного меньше. Вот, и все. Так что, теперь по транзисторам. Вот это 368-й. Тут можно любой транзистор ставить такой проводимости. Будет работать без проблем. Теперь транзистор КП-350. Они статики боятся. Поэтому, когда вы надумаете, значит, паять их, вы сначала, там они трубочки одеты, закорочены во вода, проволочки тоненькие берите, тоненькие-тоненькие, и наматываете вот так, у самой головки, значит, у транзистора, закорачиваете их, вот. А потом спокойненько в эту схему уже туда вставляете, впаиваете. Все, когда запаяли и на место поставили эту плату, тогда проволочку эту удаляете. Все, все будет работать. Если нет транзистора такого КП-350, КП-306-й можно поставить, 327-й можно поставить, импортных целый ворох всяких разных, но я не помню, смотреть надо. А теперь можете сказать, а где же его взять, у меня в тумбочке его нету. Ну, нет у вас в тумбочке, возьмите и закажите. Значит, ну, по интернету у нас сейчас магазинов полно всяких, значит, вот. Я уже тут спрашивали, а где что? Штучно, где что? Значит, у Сергея Тележникова можно заказать, значит, он может даже один резистор вам выслать, если вам надо, вот. Хоть копеечный, вот. Ну, за пересылку, конечно, там она уже не копейка будет стоить. Вот. А где найти этого Сергея Тележникова? Ну, наберите в поисковике, вот, там лавка, радиолавка, значит, там прайс у него есть. Вот. Прямо электронную закажете, значит, и придет вам этот транзистор. Хоть одну штуку, хоть две штуки. Вот. Можно так. Это не то, что там в каких-то магазинах, где надо не меньше сто штук, например, покупать. Вот. Ну, и все. Так что я вам тут все рассказал. Пожалуйста, если хотите, можете это дело сделать к любому приемнику. Но реле вот эти тоже можно любые поставить. Они обязательно такие, ну, там, РС-15, там, или какие вам хочется. То же самое можно, значит, так же заказать у Тележникова. Я почему и не рекламирую его, я сам много у него чего брал. Вот. Ну, у него можно штучно взять. Вот один какой-то компонентик, всего один элементик. Вот. А в других местах, например, заказ не меньше, чем на 1000 рублей, там, или не меньше, чем на 300 рублей. Вот. А здесь можно и на копейку заказывать. Ну, вот и все. Желаю вам успехов в построении. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok